Приветствую вас, это Евгений Горобченко. В этом видеоуроке я вам дам рецепты лечения насморка в домашних условиях. Современная фармакология предлагает огромное количество средств для борьбы с насморком. Но, как правило, эффективность их не всегда достаточно. Капли от насморка расширяют сосуды, происходит отток слизи из носа и на время избавляют от заложенности или избыточного выделения слизи. По истечению времени сосуды сужаются, и слизь вновь скапливается в пазухах носа. Бесконтрольное закапывание медицинскими препаратами может вызвать привыкание и даже аллергию на подобные средства. Поэтому капать капли можно не более 5 дней. Хорошо помогают случаи с насморком и особенно с заложенностью носа промывание носовых пазух морской водой, которая продается в аптеке. Можно и самому приготовить такой раствор, растворив соль в воде. При первых симптомах заложенности носа, особенно в период эпидемии, очень хороший эффект приносит использование обычного репчатого лука. Разрежьте луковицу пополам и вдыхайте ее пары глубоко в нос и ртом. Сразу заметите, как пройдет свойственно при насморке пощипывания в горле и перестанет свербеть в носу. Возможно, что уже наутро все симптомы исчезнут. Это такая сухая ингаляция парами лукового сока. Берем горф сухого зверобоя, заливаем кипятком и на очень медленном огне пропарим ее. Когда воды останется чуть-чуть на донышке, получится густой и темный навар. Снять его с огня, процедить и промить нос из шприца. Если даже отвар попадет в горло, не страшно. Так надо сделать 4-5 раз в день, а вечером заложить в нос турундучки с аксалиновой мазью на 30 минут. При лечении застарелого насморка, а также всякого рода полипов и даже гайморита, поможет чистотел. Нужно взять измельченную траву свежего чистотела, заполнить ей на 1,3 полулитровую банку, залить кипятком. Дать остыть до комнатной температуры и процедить. Этим настоем полоскать нос, втягивать с ладони как можно глубже. За один сеанс делается 5-6 затяжек. Кроме того, такой настой можно принимать внутрь три раза в день по 100 мл за 15 минут до еды. Схема такая — 5 дней лечимся, 2 отдыха в течение месяца. Во время лечения следует избегать сквозняков. 20 грамм ромашки заварить в стакане крутого кипятка, закрыть крышкой и дать настояться 5-6 часов. Перед применением раствор подогреть, смочить в нем тряпочку, приложить к носу и укудать ваты. Хороший эффект для очищения носоглотки дает ингаляция таким раствором. Хорошо помогает избавлению от насморка сок мать и мачехи колонхой алоэ, который нужно закапывать нос по нескольку раз в день. Сок алоэ, смешанный в равных пропорциях с медом, закапывать 3-5 раз в день по 5 капель в каждой ноздрю. Незаменимым при лечении насморка масла – эвкалипкотое, ментоловое, чайного дерева. Пропитываем маслом турундучки, вставляем носовые проходы. Никто не отменял горячие горчичные ванны для ног и горчичный порошок в теплые носки на ночь. Такая процедура направлена на расширение сосудов. Сетка йодная, которая наносится на ступни и крынох, быстро и всегда доступные средства от насморка. Кстати, йодной сеткой можно пользоваться тем, кому в организме не хватает йода. Для лечения насморка у маленьких детей используют сок свеклы, разведенный наполовину водой. Можно попробовать закапывать сок чеснока, разведенный наполовину водой и смешанный в равных пропорциях с медом. Все подобные рецепты народной медицины тем и хороши, что использование их не вызывает аллергической реакции и привыкания к пересушиванию слизистой носа, так часто случающееся при использовании лекарственных форм лечения. Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом. Мне ставьте лайк. Подписывайтесь на мой полезный канал. Видео записал Евгений Горобченко. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok